Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, друзья! Мы приветствуем вас из вечерней студии «Беларусь-4». Тема нашей программы важная и в то же время приятная. Своё 75-летие отмечает Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов отечественной войны. Как шло становление медицинского учреждения, что лежит в основе деятельности сегодня и какие приоритетные задачи ставят перед собой сотрудники госпиталя. Об этом сегодня будем говорить с гостями студии. Самое время их представить. У нас в гостях главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов отечественной войны, заместитель председателя областного совета депутатов Олег Иванцов. Олег Анатольевич, добрый вечер! Добрый вечер, рады видеть! Добрый вечер, Александр! Обычно подарки дарят белярам, но сегодня такой особый день. Я хочу от нашего госпиталя подарить вам такой сувенир, наш буклет. Спасибо большое! Спасибо! Что дарилось госпиталю. Здесь вся история госпиталя. Я надеюсь, ты поделишься. Да, здесь всё, что вы знаете о госпитале в полном объёме. Спасибо большое! Спасибо большое! Располагайтесь! Заслуженный врач Республики Беларусь, кандидат медицинских наук, доцент Гомельского государственного медицинского университета, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов отечественной войны в период с 1989 по 2008 год, Леонид Друян. Добрый вечер! Добрый вечер! Рады видеть! Рады видеть! И заведующий отделения медицинской реабилитации пустынсультных больных Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов отечественной войны, главный реабилитолог Гомельской области Виталий Фёдоров. Добрый вечер! Добрый вечер! Рады видеть! Добрый вечер! Располагайтесь! Добрый вечер! Что заслуживает особого внимания и особой гордости? Вы знаете, становление госпиталя длилось 75 лет. И за 75 лет сформировался очень хороший коллектив. Коллектив медработников, которые единомышленники, которые высокопрофессионалы, которые работают не ради славы, наверное, а для того, чтобы просто помогать людям, которые заслужили этой помощи. И, наверное, самое главное достоинство нашего госпиталя – это коллектив. Коллектив, который высокого уровня профессионалы. Поэтому все остальное у нас есть. Но коллектива такого, как госпиталя, нет нигде. Леонид Ибрагимович, вы стояли у истоков зарождения уже современного госпиталя. Вы являлись главным врачом этого учреждения на протяжении 19 лет. Как считаете, что самое главное и самое важное в вашей работе? Ну, самое важное то, что мы к 2001 году завоевали второе место среди всех госпиталей стран СНГ. И вот я принес сюда диплом, который вручили госпиталю в Москве, в мэрии Москвы, в присутствии всех наших коллег. И это есть результат оценки результатов нашей лечебной и организационной работы. То есть это итог был за 11 лет работы. Ну, дальше я бы отметил, что мы создали тогда 14 специализированных отделений, 7 отдельных тоже специализированных кабинетов. И мощность госпиталя с 280 коек довели до 500. То есть современный госпиталь закладывался как раз-таки в 80-е и 90-е. Да, именно и база его, и мощность. Ну, и очень важно отметить технологию развития. Вот, например, наше учреждение впервые еще уже в те годы создало безбарьерную среду для инвалидов. И вот сейчас, когда вы бываете в гости, вы видите там много колясочников, то начали это делать в то время. Это тоже большое дело. Ну, и, конечно же, самое главное, я бы сказал, что мы создали впервые в Республике Беларусь новую медицинскую технологию. Это технология медицинская оказания помощи больным с нарушением мозгового кровообращения. Потом вот расскажет наш Виталий Валерьевич, который возглавляет сейчас всю эту службу. Но это было очень важно. Что уникально, я бы сказал, и что бы интересно, и даже специалисту, что в рамках единого одного учреждения прошли все этапы оказания помощи больному с инсультом. То есть, скорая помощь его привезет, и мы его выпустим, дай бог здоровым, пройдет реабилитационное отделение. И на этом пути 3, 4, 5 отделений. И мы это создали впервые. Слушай, у вас и понимаю, какой огромный вклад внес, наверное, каждый сотрудник в то время. Несомненно, несомненно. Олег Анатольевич очень правильно сказал, что главная ценность, я говорю о технологии, но главное люди, которые это делали. Я бы еще хотел подчеркнуть вот эту особенность госпитальную. То, что когда здесь образовывался медицинский университет, то мы одно из первых учреждений, которое представило ему все возможности для развития. И более того, я вам скажу, в строительстве, вот мы в то время, когда расширяли базу материальную его и мощность его, построили два новых корпуса с комфортными пребывания больных на 220 коек. Мы уже тогда, еще не было университета, а мы заложили проект, кафедр, медуниверситет. Это здорово и правильно. Наука должна идти в ногу с медиками-практиками. Вот, кстати говоря, про медиков-практиков. Виталий Валерьевич до программы Леонид Ибрагимович рассказывал, что тогда, в 90-е, подтолкнул вас немножко перепрофилироваться. Расскажите об этом. Да, совершенно верно. Впервые в госпитале появилась ставка врача-реабилитолога уже в 2000 году. Направление было для нас новым, необычным. И, конечно, мы все еще тогда не осознавали, какую роль будет играть эта служба, система медицинской реабилитации в нашей жизни. Сверхвостребованная сегодня служба. Что ж тут говорить? Да, и уже потом, в 2004 году, появилось первое отделение. Открыто было первое отделение медицинской реабилитации для пациентов, перенесших мозговую катастрофу. Всего это было 40 коек. Но в дальнейшем были открыты новые отделения. И на сегодняшний день уже на базе нашего госпиталя создано 4 отделения медицинской реабилитации для пациентов с основной социально значимой патологией, такой как инсульт, инфаркт миокарда, тяжелые травмы, онкологический пациент, онкологического профиля. И сейчас уже у нас общая мощность 181 койка. Но хотел бы сказать, что за этими койками, где находятся пациенты круглосуточно, стоит работа и поддержка большого коллектива, всего госпиталя. Это и диагностическая база, и, конечно, материально-техническая база. Современная реабилитация невозможна без поддержки физиотерапевтической службы. Дружная команда профессионалов. Леонид Ибрагимович, знаю, что тесно сотрудничаете с госпиталем современным, нынешним госпиталем и его коллективом. Наверняка для себя отмечаете тот факт, что подходы частично к медицине, к подбору кадров меняются. Что, в первую очередь, хотели бы в этом плане сказать? Ну, я хотел бы сказать, что, подбирая кадры, на первое место, я бы всегда поставил порядочность специалиста. А на второе место его квалификацию. Вот у нас и в коллективе, я бы сказал, что в целом, вот эти два качества, они неплохо ассоциируют. Поэтому подбор остался на том же уровне, соблюдая эти принципы. История областного клинического госпиталя началась в далеком 41-м году. Давайте вспомним, вот как все начиналось. Война, начало Великой Отечественной войны. Государство принимает решения многих проблем, в том числе и медицинских. И вот в августе 1941 года в городе Вийске, Алтайский край, открывается госпиталь на 600 коек. 500 коек, это было общихирургические, и 100 коек челюстно-лицевой хирургии. И вот они работали до 44-го года, принимали с поля боя, так скажем, с места сражений этих пациентов. А потом уже, вот в 44-м году, когда победное шествие армии шло вперед, их Беларусь освободилась частично, в госпиталь передислоцировали в Гомель. И в Гомеле уже, естественно, меняется профилизация госпиталя. Он тогда становится... хирургические койки остаются, терапевтические, и присоединяется неврология. Ну, а дальше, в зависимости от важности для государства, оказания помощи и характер патологии, вы знаете, в 1952 году госпиталь стал туберкулезным. Было 300 коек туберкулеза. 200 легочного туберкулеза и 100 коек было костного туберкулеза. А потом, когда решили более-менее проблему туберкулеза, и когда это сконцентрировали уже в специализации... В поддельной клинике. Да, совершенно верно. У нас замечательная есть клиника и в городе Гомеле. То госпиталь опять стал терапевтическим, с неврологическими отделениями. А дальше вот шла его специализация вот до того уровня, центра, которым мы сейчас все гордимся. То, о чем есть на сегодняшний день. Если вернуться в то самое послевоенное время, когда госпиталь начинал свою работу на территории города Гомеля, вот какие главные задачи тогда стояли перед медработниками, перед сотрудниками госпиталя? Что входило в основные приоритетные задачи? Я хочу немножко дополнить Леониду Брагимовичу. Некоторые интересные факты, которые мы знаем про наш госпиталь. Буквально лет 10 назад мы с архивов нашли удивительные приказы. Приказы времен войны. И приказ о переслокации госпиталя звучал очень интересно. Он был переслитен не в город Гомель, а в город Белицу. Это новая информация, которая по приказу в город Белицу был переслокирован. И после открытия буквально через несколько лет он настолько высоко о себе заявил, что в 1949 году он получил переходящее красное знамя как лучший госпиталь всего Советского Союза. То есть и тогда уже были заложены основы для того, чтобы быть одним из лидеров в медицине не только в нашем регионе, но, наверное, даже и в всей стране. Что уже говорит, наверное, и о качестве, и лечении, и в целом о престиже. А что касается приоритетов, то уже озвучено Леониду Брагимовичу, что и была и хирургия была, и челюстно-лицевая хирургия была, и туберкулез, который тогда после войны поразил очень большое количество нашего населения. Но оставались одни и те же приоритеты. Оказание помощи в лечении и реабилитации именно ветеранов Великой Отечественной войны, в частности, больше всего инвалидов. И был интересный факт, что при госпитале было сделано мастерские. Специальные мастерские, которые позволяли пациентам, которые находятся на лечении, еще получать дополнительно какую-то специальность. Специальность там столяра, специальность киномеханика. Сегодня это удивительный факт, который не укладывается в мыслях многих зрителей, как это госпиталь, который лечит, помогает возвращаться в профессию. Более того, мы нашли еще один факт, что и в трудоустройстве в те годы помогали. В том-то и дело, они получали удостоверение о том, что они могут работать киномехаником, они могут работать водителем, могут работать плотником. И люди, которые вернулись с фронта, потеряв здоровье, там какую-то ущербность появили в своем состоянии, они получали новую профессию. И все это делали в госпитале. Не только лечение, но и выходили готовыми специалистами. Так, точно. Вот это все... Полностью обновленными. Полностью обновленными. Не только по медицински, по здоровью, но и профессии. Поэтому тоже одна из веков таких развития нашего госпиталя, эти мастерские. Потом, конечно, это надо бы здесь отпало, появились уже и ПТУ различные, и заведения, которые давали профессию. И потихоньку-потихоньку мастерские уже, конечно, исчезли в госпитале. И еще один важный этап. Начало 90-х. Ознаменован он строительством нового корпуса госпиталя. Вот расскажите об этом, Леонид Ибрагимович. Наверное, вопрос к вам. Да, ну, да. Начало строительства, это уже приходилось мне непосредственно в этом принимать участие. Я уже вам сказал о том, что как мы планировали, тогда еще видели необходимость союза с наукой. Но что нас побудило, прежде всего, конечно, это решение проблемы оказания помощи. Гостель стал пользоваться таким спросом, что возникла очередь. И среди инвалидов отечественной войны возникла очередь, что, сами понимаете, не совсем хорошо. И это было надо решать. И это надо было решать на новом уровне. Хотя вы понимаете, что это решение требовало огромных колоссальных вливаний финансовых? Безусловно. Это, наверное, в первую очередь и тормозило процесс? Конечно. И я вам скажу, ну, мы же сделали, нам помогали. И руководство, и области шло навстречу, понимало это. Как бы трудно не было, но было. И мы построили, вот создали эти койки. И главное, чтобы решить эту проблему. Это было главное. А потом уже, когда есть такая база и мощность, мы же не можем стоять на месте. Надо было давать новые технологии. И вот благодаря, опять же, коллективу мысли появляются. И у одного, и у ночмеда, и у завоотделения, и просто у человека. Он говорит, давайте это. Ну, и, конечно, пожелания управлений, здравоохранения. Надо это решать. Надо мы смотрели, что мы можем, что не можем. И вот на сегодня в результате всех этих вопросов получилось такое уникальное учреждение, которым мы гордимся. И республика, и город. И строительство этого нового корпуса, это не конец развития и совершенствования. Дальше больше. Я знаю, что в 97-м году госпиталь посещает с рабочим визитом президент Беларуси Александр Лукашенко. Леонид Добрагимович, я знаю, что вы смело можете назвать эту встречу вас, коллектива, госпитали с главой государства, судьбоносной. Почему? Она и судьбоносна, я вам скажу конкретно почему. Она эмоционально была очень важной и ответственной. Я вам скажу так, что мы показали главе государства все, что мы в тот момент строили. Мы показали строительство, показали наши отделения. И он очень внимательно вникал, задавал вопросы. Но вы же знаете, какой он скрупулезный в этом отношении. И интересовался этим, этим, этим. Более получаса пришлось все это рассказывать и показывать. Вот, кстати, мы можем, простите, что перебиваем, можем на экране видеть эти кадры. Давайте комментировать. То есть, я так понимаю, это часть экскурсии. Да, вот это министр здравоохранения. Сзади идет губернатор нашей области Николай Григорьевич Войтинков. И он внимательно со всем знакомится, с пациентами подходил и так далее. И самое главное, в итоге, в итоге ему понравилось. Он положительно оценил. И вот, как вы говорите, в чем судьбонозно? Он говорит, я вам выделю, нам не хватало денег. На строительство второго. Да, 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 завершить. Он говорит, я вам со своего фонда выделяю 16 миллиардов рублей. И это позволило нам, во-первых, это его согласие. Поэтому все наши помыслы и предложения на какую-то новизну уже, естественно, не встречало препятствий. И, конечно, мы завершили. Ну, и вот сегодня мы видим, что это к чему привело. Сегодня мы видим на столе рядом с вами фотографии. Тоже исторические снимки с главой государства. Храните их бережно в семейном архиве. Да, бережно. Это такие редкие фотографии. Можно сказать, эксклюзивные кадры. Эксклюзивные фотографии, когда глава и ко мне государство обращается, с людьми беседуется. На тот момент в арсенале госпиталя мощная лечебно-диагностическая база, что тоже требовало новых подходов и новых идей для использования этой базы. Верно? Одна из лучших, наверное, баз в нашей области – это база медицинского оборудования, это база нашего госпиталя. И на сегодняшний день нам не стыдно сказать, что мы оснащены, наверное, почти по самым последнему слову техники. У нас есть томограф компьютерный современный, снасти-стреза, который позволяет ставить диагнозы не только пациентов, которые поступают по неврологии, но и по другим нозологиям. Есть эндоскопическое оборудование тоже высокого класса, которое позволяет исследовать и желудок, и пищевод, и толстую кишечную. То есть это высочайший класс оборудования. Кроме того, мы в последние годы, и хочу сказать огромное спасибо нашему госполкому, управлению здравоохранения, за помощь, которую они оказывают, мы приобрели еще и диагностическое УЗИ аппараты. У нас на сегодняшний день два аппарата эксперт-класса, один аппарат высокого класса, и есть еще даже переносной аппарат УЗИ. Один из аппаратов УЗИ, эксперт-класса, нам подарило посольство Японии. Лично посол приезжал для вручения в гос. этого аппарата. Ему понравилась, опять же, наша работа. Но, кроме того, что мы занимаемся вопросами ветеранов войны, мы еще занимаемся вопросом и чернобыльских проблем. И когда они узнали, что мы также лечим жителей чернобыльских зон, и немалый процент проходит через гос. Они нам пошли навстречу. Решили поддержать таким образом? Да, мы попали в грант, который они выделяли, в эту программу «Корни травы». И благодаря нашим, конечно, активным действиям, посол приехал и лично вручил нам новейший аппарат УЗИ-эксперт-класса. Он один такой в Гомельской области, верно? Не буду говорить, два. Один находится в госпитале. Да, один находится в госпитале. Очень хороший аппарат, поэтому по диагностической базе у нас очень мощная лаборатория, очень хорошие анализаторы лабораторные, очень тоже высокого класса. Поэтому насчет базы, конечно, мы можем соперничать даже с хорошими клиниками и нашей столицы. А что касается реабилитации, то мы, наверное, одни из лучших в республике, и база очень высокая. Поэтому с каждым годом мы совершенствуемся, приобретаем новое оборудование, выходим на другой уровень, не стоим на месте. И это все заслуха всего, опять же, коллектива. Все это помогает привлекать и медицинских туристов, так называемых медицинских туристов, развивать такой востребованный сегодня в Беларуси экспорт услуг медицинских. Немножко расскажите о географии пациентов, из каких стран приезжают для лечения в госпиталь. Вы совершенно правы, это совершенно новое направление, потому что, если раньше как-то было новинка, чтобы, например, иностранцы лечиться, то сейчас это очень распространено, в том числе и в нашем госпитале. Чтобы было понятно, из каких стран приезжают на лечение? Значит, где-то до 50% пациентов, которые проходят иностранных граждан у нас, это, конечно, россияне. Примерно около 50%. Кроме того, я просто скажу географию, кто у нас прошел лечение и реабилитацию. Это Германия, Италия, Бельгия, Польша, Болгария, Румыния, из наших стран, которые по сельскому пространству. Вся Прибалтика, Россия, Украина, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан. И в последнее время мы имеем пациентов из вообще Дальней Азии. То есть Китай, Пакистан, Афганистан, Индия. Олег Анатольевич, можно продолжать до бесконечности. Что привлекает так называемых медицинских туристов сюда, в Гомель? Соотношение цена-качество? Виталий Валерьевич. Я думаю, в первую очередь, да. Наверняка спрашивали у пациентов, поделитесь, что говорят и какие отзывы. В основном отзывы позитивные. Хорошая диагностическая база позволяет точно верифицировать диагноз. Ну и мощная материально-техническая база, лечебная база позволяет вовремя и адекватно справиться с последствиями болезни. Еще один важный компонент – цена за услуги. В соседней России все эти высокотехнологичные процессы стоят в разы дороже, правильно? Совершенно верно. В последние годы госпиталь работает как центр реабилитации, причем не только для ветеранов. Виталий Валерьевич, что сегодня лежит в основе этой работы? В последние годы в нашей области, как и во всей стране, активно развивается служба медицинской реабилитации. И это стало возможным благодаря принятому закону, закону Республики Беларусь, о предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов. В связи с этим был реализован целый ряд комплексных программ, которые предусматривают, в первую очередь, открытие в каждом регионе, в каждом областном центре, областной больницы, центра медицинской реабилитации, где проводилась бы на хорошем, высоком уровне ранняя медицинская реабилитация для пациентов с основной социально значимой патологией. Мы одни из первых, которые занялись реабилитацией в нашей республике. И на региональном уровне вообще мы первыми. Благодаря, конечно, прозорливости ведущих руководителей, Дмитрий Рогимовичу, который в этом видел очень такое рациональное звено, и было открыто первое отделение. Мы сейчас имеем очень большой центр медицинской реабилитации, наш областной. И правильно сказать, что там мы проходим лечение, реабилитацию пациентов, которые получили инсульт, инфаркт, травмы, постонкологии. И цена и качество, вы правильно говорите, что в России таких центров не так много. В ближайших регионах, в том числе Смоленск, Брянск, их вообще нет. А Москва и крупные центры, они очень дорогие. Поэтому, конечно, они хотят ищут выгоду в наших, допустим, медицинских услугах. Их устраивает и цены, и качество. И на сегодняшний день, допустим, у нас сейчас проходит лечение. Вот четыре иностранца в госпитале, которые именно как раз в основном связаны с реабилитацией. Это востребовано и очень сильно востребовано. Возраст ваших пациентов, к сожалению, молодеет? К сожалению, да. Это пациенты трудоспособного возраста. К сожалению, есть пациенты, у которых случается мозговой инсульт в 30-40 лет. В чем причина? Это стресс, это не... Экология или неправильный образ жизни? Вот как понимать? Я думаю, причин несколько, как вы правильно говорите. И стресс, и экология, и тот образ жизни, к которому привык пациент. Возможно, где-то недостаточно информированность пациента о том, что необходимо знать свое артериальное давление, уровень холестерина, глюкозы крови. Ну и, конечно, фактор стресса. Вроде информации об этом достаточно много. Леонид Доброгимович, как считаете? Все-таки, наверное, без стресса, к сожалению, никуда. Каждый день дарит как положительные, так и не очень хорошие новости. Надо научиться управлять стрессом. Может, стоит отношение к стрессу менять свое? Как быть? Без стресса невозможно. Стресс – это, прежде всего, реакция организма на решение какой-то ситуации. Поэтому срабатывает во время стресса очень много механизмов. И вот, ведь, вы знаете, как говорят наши бабушки, я всегда студентам говорю, что все болезни от нервов. Нервы – это стресс, да? Стресс – выброс адреналина. Адреналин, в свою очередь, стимулирует ту же поджелудочную железу. Как кнутом ее бьет, истощая. Вот вам и сахарный диабет. Вот вам адреналин, спазм всех сосудов. Вот вам артериальная гипертензия. Поэтому, Виталий Валерьевич, правильно сказал, неинформированность или игнорирование элементарных рекомендаций. Ведь у нас сейчас в целом врачи поликлиник очень грамотные врачи, заведующие там терапевтическим отделением, терапевты. Действительно, мы сейчас сами к ним обращаемся. Они всем этим владеют, и все это говорят. Но сам человек не всегда относится внимательно. Поэтому сейчас, вы обратили внимание, что хотят повысить ответственность человека за свое состояние. Ведь это государство тоже небезразлично. Во-первых, человек небезразлично с точки зрения его продолжительности жизни. Если он пенсионер, да. А если он работающий, это же накладка еще и государству. Поэтому здесь вот эти причины. И со стороны пациента, и со стороны реальной обстановки. Есть напряжение. Но надо их правильно решать. Вот наши реабилитологи блестяще владеют методикой, как это все минимизировать. За вопросами к специалистам. Это мы отправляем тех, у кого они еще есть. Знаю, что сегодня госпиталь тесно сотрудничает и с Гомельским государственным медицинским университетом. Если не ошибаюсь, три кафедры расположены на базе госпиталя. Не так ли? Совершенно. Вы совершенно правы. У нас три кафедры, которые полноценно располагаются на территории нашего учреждения. Это кафедра пропедитов и внутренних болезней. Я приглашаю доценту на этой кафедре. Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской реабилитации. И кафедра терапии номер три. Все они находятся на нашей базе. Все они обучают студентов, читают лекции, помогают нам в диагностике, в лечении. Поэтому очень плотное сотрудничество. И мы довольны, что они у нас на базе есть и что они нам помогают. И для студентов это большое подспорье. Это ведь хорошая практика. Да и в принципе для учреждения тоже. Возможно, эти же студенты в будущем придут подготовленными уже на работу в госпитале. Совершенно право. Леонид Ипрагимович, наверняка еще и в сложных ситуациях пациентов консультируете. Такое есть? Безусловно. Потому что в перечень работы или в должностную инструкцию работы профессора, доцента... Ассистента, ассистента, входит консультация больных. И безусловно. То есть это, вы знаете, реализуется исторически уже факт, где союз и науки, и практики дает более высокое качество. И мы всегда стояли на этих позициях, вот наше учреждение в нашем регионе. А на сегодняшний день это уже достигло достаточно высокого уровня. Надо это совершенствовать. И, конечно же, мы благодарны и учреждению, в котором, поскольку оно, учреждение, представляет всю свою базу для исследований. И студенчество приходит и все это видит. Чем оснащается. Все они могут смотреть. Больные. А практика другая. И у нас, допустим, пропедевтика это вводный курс, вот курс внутренних заболеваний. Фактически по каждой теме всегда можно продемонстрировать больного, что является очень важным. А вот что касается реабилитации, так у нас же кафедра неврологии сейчас с курсом реабилитации. И вот главный, представляете, какой союз? Главный реабилитолог-практик, который руководит, всем этим реализует. И рядом ученые-неврологи, которые тоже этим делом занимаются. И вот это все вместе. Такой хороший тандем. Вот мы и раскрыли секрет успехов госпиталя. Да, десное сотрудничество, высоких технологий, науки и, конечно же, специалистов. Скажу, что возглавляет кафедры, конечно, профессионал. По большому счету, все кафедры, они на высоком уровне. Если брать кафедру пропедевтики, возглавляет доктор медицинских наук Калинин Леонидович. Значит, если взять кафедру терапии номер три, возглавляет доктор меднаук Соливончик Дмитрий Павлович. И кафедру неврологии и нейрохирургии с курсом реабилитации до последнего времени возглавлял профессор Латышева. Но, опять же, вот недавнее событие. Она пожелала уйти просто на не заведование кафедры, а просто остаться профессором на кафедре. Ей предложили возглавить курс медреабилитации. Заведующей кафедрой стала наша, опять же, воспитанница, которая работала в госпитале, потом успешно защитилась. И сейчас она в кафедре УСВА Анталья Николаевна. Поэтому вот это все шаги нашего, опять же, успеха. Все наши сотрудники, все взаимосвязаны и все продвигают наш продукт. И, наверное, половина, может быть, я немножко и говорю, половина врачей сейчас – это выпускники нашего Гомельского университета. Причем работают на уровне высочайшем, мировом уровне работают. Возьмите кардиодиспансер. Мы сами там уже обследуемся, они делают всякие шунтирования, они делают эндоскопические исследования. Все наши специалисты. А наше отделение хирургии. Вы обратили внимание, я вначале сказал, что госпиталь был хирургический. Вот я даже сейчас провез, Олег Анатольевич, такую аналогию, что начали с хирургии. Но какой хирургии? Та хирургия, которая нужна была в 41-м году. А сегодня развернули, я думаю, Олег Анатольевич скажет, это уже при нем организовано отделение, уникальное отделение хирургии. В которой тоже работают наши выпускники. Да, все почти выпускники, да. Наши выпускники. 2015 год, появление отделения сосудистой хирургии, Олег Анатольевич, расскажите. Ну, это тоже как бы знаковое событие в нашем госпитале, потому что до этого момента было в основном терапевтическое отделение. И понятно, что какая-то была недосказанность в этой клинике. И сам назревал процесс, чтобы что-то такое хирургическое. И когда посещал, два года назад министр здравоохранения посещал госпиталь, он задал вопрос конкретно, какие дальше шаги будут предприниматься в госпитале, чтобы дать ему новое развитие. И тогда было говорено, что необходимо открыть хирургию. Хирургия, которая будет специализирована, как раз подходящая под наш госпиталь. Здесь занимаются неврологией, нейрохирургией, сосудистыми проблемами пожилых. И это событие произошло в прошлом году, в ноябре месяце у нас открылось отделение. Оно называется отделение сосудистой хирургии прединсультных состояний и неотложной нейрохирургической помощи. Это уникальное отделение. Таких отделений вообще в республике, в регионах нет. Есть отделение, только похожее в Минске. И по итогам 2015 года, когда подводились итоги работы всего здравоохранения нашей республики за 2015 год, мы попали в десятку топ-открытий здравоохранения республики с открытием этого отделения. Поэтому мы тоже сделали наш шаг вперед, благодаря, конечно, поздравливости, опять же, всех наших работников, тендема вместе с администрацией. Поддержало наше открытие области полковым, поддержало управление. Поэтому на сегодняшний день одно из таких востребованных отделений появилось в ГОСТОЛе – это отделение хирургии, сосудистой хирургии. Кстати говоря, наши коллеги присутствовали при перерезании красной ленты. Предлагаем вспомнить, как это было. Внимание на экран. 11-е по счету новое отделение сосудистой хирургии прединсультных состояний и неотложной нейрохирургической помощи. Рассчитано на одновременное лечение 30 пациентов. Актуальность открытия такого отделения обусловлена большим процентом смертности и инвалидизации людей, перенесших инсульт. Нарушение речи, резкая слабость, онемение конечностей и внезапное снижение зрения – таковы первые симптомы приступа. Происходит это, когда мозг не получает достаточное количество кислорода, как результат поражения сосудов, несущих кровь от сердца к мозгу. На этом этапе как никогда важно адекватное лечение, иначе патологические изменения в сосудах становятся все более выраженными и могут привести к инсульту. Определенный процент пациентов, которые через месяц могли бы стать уже инвалидами, мы предупредим эту инвалидность и постараемся, чтобы этот человек остался в своей жизненной ситуации, в своей семье, на своей работе, и чтобы качество жизни его не пострадало. В новом отделении занимаются в первую очередь предупреждением тяжелого поражения мозга. Впервые в одном медучреждении оказываются сразу три вида помощи – хирургическая, терапевтическая и реабилитация. По словам кардиологов, болезни можно избежать, если вовремя сделать операцию на сосудах, как результат улучшения кровообращения и сокращения риска инсульта. Пациенту, находящемуся в прединсультном состоянии, в госпитале сделают ультразвуковую диагностику сосудов шеи, а при необходимости и компьютерную томографию. При наличии показаний проведут операцию на поврежденных сосудах. Кстати, реанимационное оборудование тут эксперт-класса. Совмещает наркозно-дыхательный аппарат и прибор для искусственной вентиляции легких. Раньше мы не могли, как хирурги, участвовать в оказании помощи данной группе пациентов, потому что у нас очень мало времени, чтобы поставить диагноз, обследовать пациента и принять решение об операции или растворении тромба. Есть такое понятие – тромболизис. Но в последнее время техника и наши возможности шагнули вперед и появилась возможность все-таки даже в экстремном порядке оказывать этим пациентам помощь. Стоимость такого оборудования около миллиарда рублей. Однако эти цифры не важнее, чем человеческая жизнь, говорят медики. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Олег Анатольевич, а сколько сегодня всего отделений, созданных и работают в госпитале? У нас на 500 коек. Там, где находятся пациенты, это у нас всего 11 отделений, в том числе и реанимация на 9 коек. И 16 отделений, кабинетов и параклических струк, которые помогают в обследовании, в диагностике этих пациентов. Это и УЗИ-кабинет, эндоскопический кабинет, лаборатория, аптека. В общей сложности у нас около 30 структурных подразделений, которые работают в госпитале. А какие являются самыми востребованными? Понятно, что вы как руководитель боитесь кого-то обидеть, и все же, наверное, статистика есть. Наверное, не востребованными, а актуальными среди населения. Все 11 актуальны. Все 11 самые лучшие. Понятно, что мы сейчас развиваемся как медицинские центры реабилитации. Это очень необходимо нам. Неврология сейчас одна из самых значимых проблем вообще социальных не только у нас в регионе, но и вообще в мире. Понятно. Ну и ветераны, они как были, так и останутся. Это у нас самым главным отделением на протяжении последних лет было, есть и будет. Поэтому выделить какое-то конкретное я... Виталий Валерьевич, тогда немножко расскажите про отделение, которым заведуете. Ваша команда, это сколько человек, сколько в среднем пациентов в месяц, в год, сколько им помогаете? Отделение наше называется отделение ранней медицинской реабилитации пациентов, перенесших инсульт. У нас мощность отделения нашего 60 коек. Мы принимаем всех людей, которые перенесли мозговую катастрофу, прошли курс обследования и лечения в неврологическом отделении. И где-то уже начиная с 12-14 дня мы принимаем этих пациентов на реабилитацию. Вот повторю слова Алина Брагимовича, он говорил о том, что создана этапная система оказания помощи пациентам, перенесших инсульт. То есть пациент поступает в острейшей фазе заболевания, в реанимационное отделение, отделение интенсивной терапии. Там начинается лечебный процесс. Но и уже в этот период подключаются реабилитационные мероприятия. Они носят небольшой объем и направлены в основном на предупреждение тех осложнений, которые возможны у пациента, обездвиженного пациента. Это застойные явления, застойные пневмонии, тромбозы, контрактуры и так далее. Но по мере того, как болезнь отступает, острый период заканчивается, степень и объем этих реабилитационных мероприятий постепенно увеличивается. При стабилизации пациента он переводится уже непосредственно в отделение реабилитации. И на сегодняшний день все реабилитационные отделения работают по принципу мультидисциплинарной бригады. Когда вокруг одного пациента сосредоточены разные специалисты, в первую очередь это и врачи-психотерапевты, и специалисты физической реабилитации. В целях такой ладкой, комплексной помощи. Да, речевой помощь оказывают специалисты-логопеды. И, конечно, привлекаем в эту работу и самих пациентов, и их родственников, что немаловажно. Оказать психологическую поддержку пациенту и их родственнику очень важно на этом этапе. У меня есть статистика в тему разговора. Около 10% инфарктников, инсультников возвращаются к труду. Это много или мало? К сожалению, это немного. Около 10% возвращается в тот социальный ритм своей жизни, возвращается в свою профессию. Около 60-80% пациентов остаются инвалидами, имея ту или иную степень ограничений жизнедеятельности. Вот задача нашего центра реабилитации уменьшить эти проявления, остаточные проявления болезни и помочь человеку адаптироваться заново в семье, в обществе, по возможности, конечно, в профессии. Леонид Ибрагимович, буквально пару слов о ваше мнение в тему разговора. 10% о которых мы говорим, это много или мало? Мне кажется, что обыватель скажет, маловато. А вот специалист, который знает, каким трудом и силами, какими дается каждая победа в лечении конкретно взятого пациента, скажет, что это, конечно, не предел, но и немало. Вы знаете, не только обыватель, но и специалист в этой области, он также будет рассуждать. Патология чрезвычайно опасная, чрезвычайно сложная. И для того, чтобы восстановить эти уникальные структуры мозга, на сегодняшний день трудно сделать нечто большее. Если у нас будет, допустим, 12%, конечно, хотелось 50%, но это невозможно. Это мировые цифры. Это мировые цифры. Поэтому на сегодняшний день такой предел достижения, что именно в этих цифрах находится эта патология. Поэтому и обыватель, и грамотный человек, конечно, скажет, что это маловато. А с той точки зрения, что это было раньше 5, было 6, а сейчас, видите, 7, каждый процент здесь имеет колоссальное значение. Вы видите, даже при этой мощи, которая сейчас... Я еще хотел бы обратить внимание, вот говоря о мощи, вы знаете, корень еще в чем? В том, техника да, все да, но произошло реформирование специалистов. То есть подготовка шла людей, чтобы они могли вот так говорить, так делать и так работать. То есть учеба. Поэтому я бы и так прокомментировал ваш вопрос. Я еще хочу дополнить, что мы постепенно растем в этом процентном отношении. И оснащение, которое сейчас у нас есть, оно очень высокого уровня. Вот у нас сейчас 6 залов для восстановления функций после патологии, после травмы, после инсультов. 6 залов реабилитации, оснащенные тренажерами. Недавно мы привели очень такой современный тренажер Armeo, который позволяет восстанавливать функции верхних конечностей после тяжелых инсультов. Пациент одевает специальный робот, одевается ему на руки. И с помощью экрана, который перед ним, телевизионного, он выполняет определенные упражнения. Робот помогает ему. Он настолько воспринимает это явно, что это делает он сам, без помощи, что у него формируется новый очаг головного мозга. Не тот, который поражен, а новый совершенно. И после детей-сеанса у него начинается совершенно другое ощущение в этих руках. Следующим этапом, который мы хотели бы сделать для нашего госпиталя, это, конечно, приобретение очень дорогостоящего уровня локомат. Это, конечно, мы понимаем, что пока нереально, потому что это очень дорогостоящего уровня. Но оно, опять же, даст нам процент лишний в этих реабилитационных возможностях, которые у нас есть. То есть, если есть 10, то, я думаю, что будет уже 11. А потом... Как минимум 11. Как минимум 11. Поэтому говорит о том, что мы стоим на месте, и мы мало делаем для того, чтобы больше людей вернулись в труду, это, наверное, неправильно. Мы делаем очень много, и проценты с каждого года все растут. И это замечательно, Леонид Ибрагимович, что в это время роботы помогают в реабилитации пациентов. В то время, наверное, все-таки главную роль играли сотрудники госпиталя, профессионалы своего дела. Ну, верная мысль. Техника тоже была. Ведь мы уже развернули в то время кабинет компьютерной графии. Но аппарат был простой, Сименс простой. А сейчас вот уже, Олег Анатольевич говорит, другой идет уже уровень. То есть, все это развивается. И все равно, думаю, сложно не согласиться, кадры решают все. Если не ошибаюсь, Олег Анатольевич, в персонал госпиталя входит сегодня около 650 человек. Вот в этой связи вопрос, как повышают свой профессиональный уровень ваши сотрудники? 655, если быть точным. На 5 профессионалов ошиблись. Да. Дело в том, что мы опять же выросли в количестве профессионалов, в количестве работников. Это плюс, потому что мы не стоим на месте, мы растем. 97% врачей у нас имеют категории. Это один из самых высоких показателей нашей области. И 87% среднего медперсонала, медсестры, тоже имеют категории. Это тоже очень большой процент. Значит, основная база нашей повышения квалификации для врачей, это наша медицинская академия по степени образования в городе Минске. Основная база. У медсестер это медицинские колледжи. Наши, Минские, Бобруйские, другие колледжи. Но, кроме того, мы опять же не стоим на месте, не только берем разработки наших специалистов отечественных. У нас очень хорошие связи с зарубежными партнерами. То есть, стажировки тоже имеют места быть? Совершенно правильно. Это очень дорогого стоит, потому что мы это развивали. Развивал для нас еще и Леонид Ибрагимович эти связи. Сейчас мы продолжаем развивать. Вот сейчас, буквально через неделю-другую, уезжает небольшая группа наших врачей. Уезжает в Шотландию. В одной из лучших клиник Шотландии, где будут проходить такую стажировку. И учиться, и смотреть, как они работают в процессе лечения и реабилитации именно пациентов после инсульта. Опять же, наши врачи были на стажировках и в Германии. Есть у нас наработки со шведскими коллегами. То есть, это те связи, которые помогают нам выходить на более высокий уровень в нашем лечении. Это не так просто, конечно. Это дается большим затратам энергии, больших возможностей. Но, опять же говорю, что наш коллектив, он такой творческий, очень большой потенциал. И для того, чтобы дальше совершенствовать, нам нужно вот это развитие. А к нам на стажировки приезжают зарубежные специалисты? Это же ведь тоже показательно. А вот это интересный вопрос. Впервые в нашей истории наших специалистов пригласили за рубеж, чтобы они продемонстрировали мастер-класс. К нам приезжала делегация из Казахстана. Они побыли в нашем госпитале несколько дней. Они были в восторге о том, что мы наработали, то, что у нас есть. Потом они вернулись к себе. И поступило официальное приглашение наших нескольких специалистов, чтобы приехали туда, в Казахстан, в Алма-Ату. И показали, обучили их сотрудников, как работать. Что также показательно. Да, то есть они готовы платить на дорогу, билеты, проживание. Только для того, чтобы наши специалисты показали свой мастер-класс. Поэтому это впервые, наверное, в истории такое. Но мы это уже достигли. Олег Анатольевич, ведете ли статистику, какому количеству ветеранов Великой Отечественной войны удается помочь в год? Да, мы статистику ведем. Мы готовились к некоторым мероприятиям, подведали итоги. И в общей сложности за все пребывание в Гостеле мы помогли почти полмиллиона пациентов оздоровили. Это общее количество. Ежегодно проходит лечение и реабилитация на базе Гостеля около 12 тысяч пациентов. Из них? К сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше. И прискорбно это осознавать, но в прошлом году из 12 тысяч их всего было 2200. То есть остальные люди – это просто граждане Белоруссии, в том числе иностранные, которые приезжают на лечение, на реабилитацию. И с каждым годом этот процент все уменьшается, потому что это жизнь. Время идет, к сожалению. Время идет, да. Это так. Я думаю, что госпиталь должен быть благодарен своему месторасположению. Как минимум, вижу здесь два плюса. Первый, мы частично этого касались, расположение географическое, приграничье. Это позволяет привлекать медицинских туристов и из Украины, и из соседней России. Но и второе, территория госпиталя находится в прекрасном лесу. Это тоже большой плюс в деле реабилитации, не так ли? Это очень большой плюс. Практически санаторские условия. Да. Но нам за эти годы удалось еще эту территорию облагородить. Мы ее сделали для того, чтобы люди могли не только заниматься реабилитацией внутри здания, в залах, в отделениях, но еще на территорию. Мы сейчас сделали такой, один из этапов нашего развития, это утренний этап реабилитации. Что это значит? Каждое утро... А вот, кстати, и видео, тема разговора. Да, это утренний этап реабилитации. Проводится зарядка для пациентов? Да, вместе с инструктором. Они выходят на улицу, где мы сделали специальную площадку, где висят колонки уличные, которые с хорошим звуком. И под музыку они делают утренний процесс реабилитации. То есть, ну, просыпается организм для того, чтобы дальше проходить курс лечения. А ведь это залог хорошего самочувствия на целый день и в том числе выздоровления. Верно, Виталий Валерьевич? Совершенно верно. Я добавлю, Олег Анатольевич, что на территории госпиталя создано несколько маршрутов теренкуров. Теренкур, если быть дословно, это лечение местностью или местонахождением. И под контролем медицинского работника расширяется двигательный режим пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну и, конечно же, сосновый бор и воздух. Говорят, что в сосновом лесу воздух можно сравнить по частоте с воздухом в операционной, поскольку фитонциды естественные. Хорошее сравнение. И все же лучший сосновый бор. Знаете, когда бывал за границей, всегда обращал внимание на то, что там достаточно распространена так называемая шведская ходьба. Не знаю, почему шведская. Возможно, в Швеции намного больше людей ходит, чем в других государствах. Но у нас пока к этому еще не привили граждан. Вот у вас в госпитале развиваете направление? Территория этому сопутствует, по-моему. Планируется, конечно. Я бы не сказал, что именно шведская, но вообще включение... Пеших прогулок обязательно. Пеших прогулок обязательно в программе реабилитации пациентов. После инфаркта миокарда, после инсульта, более того, мы, когда выписываем пациента из реабилитационного отделения, конкретно указываем ему продолжительность ходьбы, расстояние, которое безопасно для человека, и темп ходьбы, в котором он может. То есть даем рекомендации уже на домашний амбулаторный этап. Не забывайте и про здоровье персонала. Как осуществляется вот эта пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников госпиталя? Это ты про личный пример хочешь спросить, да? Есть такое? Ну, наверное, мы уже говорили, что одна из лучших баз в области, это, конечно, в нашем госпитале. Это и сказано тем, что сотрудники тоже могут ей пользоваться. У нас же залы не только для пациентов, но сотрудники тоже имеют возможность пойти позаниматься, на тренажерах позаниматься, позаниматься на различных дорожках беговых. И еще одно такое новшество, у нас же есть еще бассейны, которые мы предоставляем для лечения, для реабилитации. Поэтому сотрудники тоже в конце рабочего дня, в пятницу, обычно могут возможность попользоваться бассейном и попробовать себя тоже восстановить после трудовой недели, чтобы выходные прошли с большим эффектом. Лен Павел Юрьевич, как считаете, правильный ли такой подход? А я думаю, что этот курс был задан как раз-таки при вашем участии. Да, мы, конечно, это практиковали. И сейчас все у нас, видите, какая преемственность в дальнейшем развитии, что, наверное, является одной из ценностей нашей сегодняшней беседы. Олег Анатольевич, а вот у меня к вам еще такой вопрос. Вы являетесь депутатом облсовета, заместителем председателя областного совета депутатов. Наверняка часто пациенты пользуются возможностью и обращаются за помощью, задают вопросы. Эти вопросы часто уверены проблемы. Каких сфер жизнедеятельности касаются? Ну, если это касается, не всегда медицины, скажу честно. Поэтому бывает именно трудно этот вопрос решить. Но мы стараемся вопросы все по мировознучной поступлению решать, потому что они касаются и жилищных вопросов, и коммунальных проблем, и землеустройства, и процессов там с детскими садиками, со школами трудоустройства. В общем, приходится сочетать сразу две сферы. Как минимум две сферы. Задача депутата – помочь решить проблему граждан наименьшими силами, затратами. Чтобы он, обратившись к депутату, получил исчерпывающий ответ, и депутат помог ему решить, а не делать лишних проблем с его проблемой. Поэтому проблем очень много в решении, но стараемся помогать. – Ну и, конечно, пора перейти нам как раз-таки к вопросу, к приятному юбилей госпиталя. Как прошло мероприятие? Наверняка было большое торжество. Как поздравили коллег с праздником? – Совершенно точное торжество. Это было очень приятно для нас и большое, потому что юбилей есть значимый. 75 лет – это очень большой срок для нашего госпиталя. Мы провели очень большую конференцию республиканскую с международным участием. Приехали гости с Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самара, Новокузнецк, Брянск. Кроме того, приехали представители Алматы. Приехали гости с Донецка. То есть это все люди, которые желали поздравить наш госпиталь. После конференции было очень большое торжественное собрание. Опять же, мы пригласили артистов, которые очень хорошо ответили на наше приглашение. Приехал народный артист Скориков, поздравил нас. Чистый голос, Ухтинский, наши коллективы белорусские выступали местные. Поэтому праздник был очень большой. И это, наверное, нужно делать для коллектива, чтобы он видел, что не только он работает, что он трудится, но еще и значимое событие красиво отмечают и поздравляют нас не только свои местные, но и уважают другие, приезжают поздравлять. Вот мы выпустили сборник научных работ, выпустили брошюру, которая красивая у вас на столе. Это не только масса полезной информации, но и фотоальбом семьи под названием «Госпиталь инвалидов отечественной войны». Кроме того, мы выпустили испытательные брошюры с нашей рекламной продукцией, то есть с нашими услугами по медицине для иностранных граждан, которые забрали ее с собой. Поэтому юбилей был очень большой, очень значимый, и мы провели его на очень высоком уровне. Спасибо, конечно, за поддержку, опять же говорю, оба с полком. Во время этого мероприятия от имени губернатора нам была подарена машина, машина скорой помощи со специальным гидролическим подъемником для наших инвалидов. И еще хочу сказать спасибо нашим землякам. В частности, есть такой мазырец Николай Михайлович, который является представителем наших всех автомобильной промышленности Беларуси в Поволжье. Он от себя лично подарил нам тоже автомобиль, микроавтобус для нужд нашего госпиталя. В общем, юбилей – это не только масса приятностей, приятных слов, но и ценные подарки. Леонид Ипрагимович, наверняка присутствовали на торжестве. Что бы пожелали коллегам такую дату? Я и на торжестве присутствовал, замечательно, действительно. А коллегам я вот своим что могу пожелать? Прежде всего, здоровья. И Олегу Анатольевичу также успешно руководить госпиталем в дальнейшем. Виталию Валерьевичу, как уникальному специалисту, я желаю, чтобы он достиг высот в реабилитационном направлении. Ну и всему коллективу решить поставленные задачи, которые сейчас перед ними стоят. Кстати, о задачах. 75 лет – все-таки отчетный период, Олег Анатольевич. Госпиталь будущего, каким его представляете? 75 лет – это, конечно, большой срок. И нет ни одного учреждения, которое не ставит перед идущие планы, чтобы их не реализовать. У нас тоже есть свой бизнес-план. Не очень хочу рассказывать здесь эти тайны, потому что… Лучше будете удивлять нас. Да, потому что могут конкуренты перехватить наши идеи. Но идей очень много. В частности, скажу, что центр мы создали, уникальный центр. Теперь следующим этапом нужно его немножко расширять и модернизировать. А то, что мы придумали новое, это будет наш маленький секрет. Я думаю, через пару лет мы в этой студии об этом все расскажем вам. Виталий Валерьевич, наверняка и вам есть что сказать. Прежде всего, хотелось бы пожелать повышения своего профессионального уровня. И, конечно же, всем коллегам желаю, прежде всего, здоровья, благополучия. Чтобы они всегда получали удовлетворение и удовольствие от той работы, которой они занимаются. Уважаемые гости, мы, в свою очередь, еще раз хотим вас поздравить. Замечательной датой. Спасибо за ваш труд и спасибо за интересный разговор. С юбилеем. Я хотел бы сказать, думаю, со мной согласишься, что сегодня удивительный, по-настоящему уникальный эфир с уникальными гостями и экспертами, примеры которых достойны уважения, как минимум уважения. Поздравляем вас с 75-летием госпиталя, долгих лет жизни каждому и, конечно же, этому уникальному учреждению, которое расположено у нас в Гомельской области. Доброго вечера вам и вашим близким. Спасибо. Спасибо. Спасибо.